Что там идет? Степан, иди сюда. Папа всех приобщит. Степан, пошли шурупы крутить. Пойдешь? Пошли. Привет, мои дорогие друзья. Сегодняшнее видео начинаем с вечера. У нас тут кипит работа. Илюша делает мне заборчик для клумбы. И здесь я сняла только самое начало работы над забором. Илюша потратил на него практически два дня, потому что забор достаточно длинный. Решили в итоге все-таки не покупать пластиковый, а поставить вот такой вот деревянный, так сказать, на подольше. Но и все-таки смотрится он однозначно более интересно, нежели вот этот вот пластиковый заборчик. Понятно, что Макс через него перепрыгнет, но хотя бы он будет знать, что вот здесь такое ограждение, за пределы которого он должен знать, что ему нельзя. Ты такая довольная сразу. Я буду держать, ты будешь на курочке только нажимать, хорошо? Давай. Я кладу. Нажимай. Все, пойдем в следующую. Так весело, блин. Степа. Степ. А то скажи мне, какой-то все игрушный инструмент, тогда? Да. Ха-ха-ха-ха, такой довольный. А то у деда сегодня болты пластиковые крутил, крутил. Малышня с таким удовольствием помогают. У нас Степка вообще до ужаса боится всяких электроинструментов. То есть, когда Илюша начинает обычно работать, что-нибудь сверлить, пилить, он убегает домой сразу же с криками, с орами. Вообще до паники просто всегда боялся. А тут, раз уж ему предложили самому поучаствовать, самому подержать инструмент, весь страх тут же куда-то испарился, и он с огромнейшим удовольствием помогал. Потом такой довольный был, счастливый. Молодец, хорошая работа. Все. Петры, плюс. Я сейчас вот честно кайфую от нашей маленькой, но очень уютной придомовой территории. Я получаю эстетическое удовольствие любой своими цветочками, зеленью. Вечером, когда спадет жара, вот можно выйти, насладиться всей этой красотой. В общем, вот именно в такие моменты, друзья, когда у меня во дворе все красиво, вижу, как веселятся, играют дети. Вот серьезно, получаю самое настоящее удовольствие. Ну, а я, друзья, продолжаю снимать это видео уже на следующее утро. У нас завтрак, и я решила сегодня на завтрак приготовить блинчики. Не очень часто делаю вообще блины оладьи. Во-первых, это у нас завтрак выходного дня. В будни я не вижу смысла заморачиваться с такими завтраками, потому что у нас только Степашка дома. Я вообще не ем ни блины, ни оладьи. Поэтому, конечно же, если я что-то вот такое вот и делаю на завтрак, то это только в выходные дни, когда вся семья дома. В принципе, у меня семья неплохо ест и блины, и оладьи, поэтому когда выходной день, почему бы и нет, почему бы и не побаловать. И я всегда, друзья, делаю, стараюсь двойную порцию теста, что на блины, что на оладьи, чтобы у меня что-то после завтрака еще осталось, что можно было заморозить, и потом в дальнейшем использовать в качестве заготовки. Очень часто бывает такое, что не можешь приготовить завтрак, или не хочется, или проспал, или там заболел, или нужно просто что-то быстро прямо вот перед выездами из дома придумать. И вот такие вот замороженные блинчики и оладушки, они, конечно, очень выручают. Иногда, и вы знаете, я делаю заготовки прямо целенаправленно, блины, оладьи, сырники, блинчики с разными начинками. Но чаще всего запасы таких полуфабрикатов пополняются именно за счет того, что я вот готовлю завтрак, сделала сразу же порцию теста побольше, и остатки, все, что вот после завтрака осталось, заморозила. И вот таким образом у меня вот этот запас завтраков тихонько пополняется, есть что-то хотя бы на ближайшие там несколько раз. По рецепту блинов, кто-то если будет спрашивать, я пользуюсь несколькими вариантами, либо это блины полностью на молоке приготовленные, раньше чаще всего использовала именно этот вариант, но в последнее время больше полюбился рецепт с блинами на кипятке. То есть сюда идет молоко и кипяток. Получается, что за счет добавления кипятка тесто подготовленное как бы заваривается, и мне структура блинчиков таких нравится больше. Несмотря на то, что они у меня не очень симпатичные, я знаю, что сейчас многие подумают, но вот не научилась я красивые блины жарить, хотя пеку блины, друзья, с детства. Но вот красотой они у меня почему-то всю жизнь не отличаются. Я разные причины находила, думала сначала плита не та, а потом сковородки не те. В итоге уже по несколько раз все поменено, но блины как были не очень симпатичные, так и остались. Но главное, друзья, согласитесь, что они вкусные. Но сегодня я решила малышам сделать еще вариант поинтереснее, сделать им блинчики с начинкой. У меня были бананы, я их просто нарезала на кусочки, и был шоколадный топпинг, который я тоже решила добавить к бананам. Вообще начинка банан с шоколадом делается именно с какой-нибудь пастой шоколадной, ну типа нутеллы. Но у меня, к сожалению, шоколадной пасты не было, и я решила, что вполне можно заменить ее вот таким вот жидким топпингом. Просто небольшое количество нанесла поверх банана, блинчик завернула, и сверху еще небольшое количество в качестве декора, украшения. Но можно, конечно же, такие блины также подать и со сметаной еще дополнительной, и со сгущенкой. Тут уж как кому нравится. Друзья, я думаю, что многие из вас уже давно знакомы с маркетплейсом Joom. Это огромный маркетплейс с товарами из Китая, Южной Кореи, Индии, Турции и ряда европейских стран. На Joom можно найти реально все, вот просто все, что ваша душенька пожелает, даже те товары, которые официально ушли с нашего рынка, да еще и по довольно привлекательным ценам. Особенно сладкие цены на этом маркетплейсе в период всяких распродаж, особенно крупных распродаж, масштабных. Именно такая проходит уже прямо сейчас распродажа в честь дня рождения маркетплейса. Уже 8 лет как Joom радует своих покупателей широчайшим ассортиментом различных товаров. У Joom очень простой и понятный интерфейс и всегда честная финальная стоимость без надбавок и каких-то неожиданных доплат при оформлении заказа. А также всегда стабильная бесплатная доставка. Оплачивать свои заказы можно не только любыми российскими банковскими картами, но и даже через систему быстрых платежей. Что согласитесь, всегда очень удобно и в нынешних условиях большая редкость при оплате международных доставок. Как же можно здорово сэкономить в период этой распродажи, друзья, все очень просто. Огромное количество товаров сейчас помечено такой яркой жирной красной молнией, вы точно ее заметите. Именно на этот товар можно получить скидку до 70%, если вы купите его с любыми двумя другими товарами. Но если вы не хотите покупать три или более товаров, все равно не оставайтесь в стороне и обязательно воспользуйтесь традиционным джумовским колесом удачи. Вот сколько помню, это колесо работает каждую распродажу и оно дает возможность выиграть вам купон на скидку и применить его абсолютно к любому товару из вашей корзины. Опять же, приятная экономия. Лично я на джум просто обожаю раздел с товарами для дома, там столько интересных вещичек классных можно найти, которые вот в обычных наших магазинах просто не купят. Но больше всего я обожаю листать раздел с детскими вещами, такое там все для деток стильное, миленькое и при этом довольно бюджетное. Огромный просто ассортимент детской одежды, аксессуаров, шикарнейший раздел с детскими игрушками и множество актуальных подборок с летними товарами, с люксовым парфюмом, с бьюти-хитами, с какими-то готовыми образами из разных стран. В общем, даже если ты ничего не собираешься покупать, получаешь наслаждение от просмотра, листаешь и думаешь, хочу, хочу, хочу. Я тоже, друзья, составила свою огромную подборку со стильными вещичками для детей, добавила туда именно те позиции, именно ту одежду, которая мне очень понравилась. Я ссылку на свою подборку оставлю вам в описании, возможно и вам что-нибудь там для своих деток понравится. Кстати, друзья, обратите внимание, что у вас должна быть установлена последняя версия приложения Joom. Она выглядит вот так, Joom на русском языке. Ну и также, конечно же, в рамках этой большой праздничной распродажи в социальных сетях Joom тоже будут происходить всяческие розыгрыши, поэтому обязательно наведывайтесь и туда. Ну а все ссылки на свою подборку и на Joom я, естественно, оставила в описании. Но после завтрака переоделась, привела себя в порядок и как раз уже к этому моменту у меня блинчики оставшиеся все после завтрака остыли. И я решила убрать их в качестве запаса на будущее в морозилку, когда у меня не будет времени готовить или не будет желания, такое тоже бывает. Я просто эти блинчики достану, в микроволновке разморожу и они будут абсолютно как свежие. Сворачиваю их просто пополам и потом заворачиваю трубочкой. Так получается компактно и можно их ровненько, рядочками в один слой выложить в контейнер для заморозки. Спрашивали меня друзья, чтобы я поделилась отзывом вот на эти контейнеры с крышкой. Мне, друзья, они действительно очень нравятся. Мне один лоток присылали на обзор, но когда я его увидела и поняла, насколько он классный и будет удобный в использовании, я сразу же докупила и второй и уже вам показывала два. Так вот, я этими лотками пользуюсь на регулярной основе, они действительно очень удобные за счет того, что у них есть крышка. Я брала именно наборы, которые идут в комплекте с двумя крышками, потому что так получается больше возможностей для сортировки продуктов. Можно разделить этот набор на два, например, имея две крышки. Поэтому я использую на регулярной основе их и для заморозки пельмени, это прямо идеальный вариант. Вот если пельмени стряпаем, замораживаем теперь исключительно вот в этих вот лоточках. И для заморозки котлет прекрасно, и для заморозки вот ягод сезонных, да, каких-то заготовок. Ну и, конечно же, для заморозки завтраков, эти же сырники, эти же блинчики, я тоже использую эти лотки, потому что это удобнее. В них же потом и храню, если знаю, что они мне в ближайшее время не пригодятся, да, не будет каких-то больших заготовок. То очень удобно, в них положил, в них же сразу и хранишь, не нужно ничего перекладывать, потом по пакетам расформировывать. Так что лотки, друзья, действительно хорошие, единственное, что не рекомендую мыть их в посудомоечной машине. Я один раз помыла, он немного деформировался. Не критично, я продолжаю им пользоваться, но все-таки повторно мыть уже не стала. Это, наверное, единственный недостаток, который я пока обнаружила. Ну, а я еще немного поснимала вами во дворе мои балконные, так называемые, ящики, которые висят на террасе. В прошлом видеоролике мы с вами в них посеяли салат. И вот он уже буквально через 2-3 дня начал тихонечко вылазить, появились первые зеленые росточки. Ну, а тут, друзья, у меня взошла неожиданная находка. Думаю, что такое у меня там зеленеет, на сорняк не похоже. Оказалось, друзья, это салат. Я, когда высаживала дома рассаду, я же и салат сеяла, и он меня очень быстро повял, и все ростки куда-то пропали, и сохли. В общем, я решила, что ничего у меня не получилось. И, в общем, я всю эту землю, в которой у меня была рассада, выбросила сюда, в эту клумбу, а вот буквально на днях обнаружила, что у меня тут, оказывается, растет салат. Представляете, он не только не погиб у меня в ящиках для рассады, он еще и тут прекрасно прижился, абсолютно в диких, так сказать, условиях. При этом растет, слушайте, друзья, чистенький, никаких тебе тут слизней нет. Также давайте вместе с вами заглянем в мой маленький парничок с томатами. С томатики стоят, все хорошо, тихонечко цветут. Я их даже на день не открываю, они получают достаточное количество света через укрывной материал. У укрывного материала прекрасная светопропускаемость, поэтому недостатка они точно не испытывают, но при этом они хотя бы здесь в безопасности, потому что у нас Макс ходит по грядкам, и когда вот тут все закрыто, он сюда не суется. Ну а я сейчас займусь подготовкой петрушки на зиму, у меня ее достаточно много уже, пока она молодая, такая очень нежная. Это как раз, мне кажется, ее лучшее, самое вкусное состояние, поэтому именно такую я и хочу заготовить. Я вчера эту грядку поливала, пролила со шланга, естественно, и всю зелье, и у меня ее немножечко прибило. Я думала, она у меня уже к завтрашнему дню вся встанет, выправится, но утром пришла, а она все еще как лежала, так и лежит. Поэтому было, конечно, не очень удобно ее собирать и срезать, я еще допустила такую ошибку, которую не буду допускать в дальнейшем, так как зелень все равно, естественно, нужно всю помыть, потому что и собака тут ходит, и опять же соседствовала эта петрушка у меня с огромным количеством салата со слизнями. Поэтому, естественно, что все это нужно хорошо-хорошо промыть. И когда я эту петрушку замочила, она такая вся на тоненьких-тоненьких стебелечках, естественно, что она у меня вся перепуталась. То есть, чтобы ее нарезать без стеблей, было бы, конечно, прекрасно, чтобы все веточки были в одном направлении, как вот когда покупаешь, к примеру, на рынке, все было перевязано. Об этом я уже додумалась только потом, что мне нужно было брать пучок, перевязывать его, и уже вот в таком перевязанном виде потом все это дело замочить в воде. Писали мне под прошлым видеороликом о том, что у меня есть вакууматор, и было бы, наверное, правильнее зелень сначала завакуумировать, а потом уже в таком виде заморозить. Вот такие заготовки, по крайней мере, зелени не вакуумирую просто потому, что как только ты вскроешь этот пакет, тебе нужна будет буквально щепотка зелени, что с ним делать дальше? Снова его вакуумировать и запаивать? Это надо, чтобы у тебя этот вакууматор всегда стоял под рукой. Оставить этот пакет открытым, это значит, по сути, испортить все, что в нем осталось, там тут же все заледенеет. Либо вскроешь новый пакет, возьмешь эту щепотку зелени, все остальное нужно тогда перекладывать в какой-то контейнер и убирать все эти остатки на хранение в заморозку уже в контейнере. Ну, тоже получается какая-то двойная работа и двойное использование тары. Поэтому, конечно, каждый делает так, как удобно именно ему, но вот я для себя считаю нерациональным использовать вакуумирование для зелени в морозилку, то есть не вижу просто смысла. Потому что потом каждый этот пакет вскрывается, он, естественно, без застежки, без всего, и как это хранить там эти остатки дальше, мне, например, непонятно. В общем, расфасовала всю петрушку, все излишки воздуха из пакетов выгнала, все хорошенечко закрыла и обязательно еще промаркировала. То есть подписала, наклеила наклейки, что это у меня петрушка, урожай такого-то года. Ну, а после этого я отправилась во двор, нужно было привести в порядок клумбу, там уже нет-нет, точечно повылазили какие-то сорняки. И причем уже довольно крупные, в этом году сорняков, конечно, в этой клумбе больше. То есть, когда она была плотненько замульчирована корой, сорняков не было от слова совсем. А в этом году уже так активненько начинают проклевываться, я понимаю, что в следующем году их однозначно будет еще больше. Я решила, что в этом году еще понаблюдаю за этой клумбой и уже в следующем году, наверное, точно определюсь, каким образом мы будем ее защищать от сорняков и вообще, ну, каким образом сделать ее малоуходной. То есть, привести ее в тот вид клумбы, за который нужен будет минимальный уход. Ну и постепенно дошла уже до конца клумбы. Здесь у меня куст хризантемы, который, к сожалению, будет мешаться Илюше для того, чтобы установить забор. Поэтому я его секатором просто немножечко подрезала, убрала все ветки, которые будут мешаться. В основном это вот самые нижние, которые ближе к земле находятся, расположены. И немножечко подрезала его еще с другой стороны. Там у меня взошла хоста, которую Соня вырвала. И ей прямо катастрофически не хватает солнечного света, потому что она полностью оказалась под ветками хризантемы. Поэтому тоже там лишнее все убрала. Куст не пострадал. В принципе, даже внешний вид его нисколько не изменился, несмотря на то, что я срезала достаточно много. Он здесь, скорее всего, у меня вообще последнее лето находится. Я надеюсь, что осенью я его уже смогу отсюда пересадить. Он здесь, конечно, очень красиво смотрится. Он пышный, он зеленый. Но за территорией участка на уличной клумбе он мне, во-первых, нужнее. Это как раз то самое растение, которое абсолютно не требует ухода. Я его туда высажу, и он там будет сам по себе постоянно расти. Но и заодно, пока уж секатор был в руках, решила еще привести в порядок второй свой куст розмарина. Первый у меня пострадал в ураганный ветер, я показывала вам в прошлом видеоролике. А второй куст, наоборот, за последнее время настолько сильно разросся, что, во-первых, уже мешает даже растущему рядом базилику, придавливает его своими ветками. Во-вторых, очень сильно загущенный получился снизу, земля не проветривается, поливать неудобно. Поэтому, конечно, для удобства и просто эстетически так будет выглядеть лучше и для его здоровья так полезнее. Это, конечно же, убрать нижние ветки, которые лежат прямо на земле, которые с грунтом контактируют, по которым дети сейчас ходят, топчутся. Я все срезала, и кустик стал выглядеть гораздо аккуратнее. Плюс появился доступ к корневой, чтобы и полить, и прорыхлить, чтобы корни могли дышать. Ну, а далее я вернулась к своей грядке с зеленью и решила ее немножечко проредить. Все-таки густо я ее засеяла, и срезать неудобно, она очень загущенная такая получается, и всякие насекомые там скапливаются, потому что там тень образуется. Все-таки густая посадка, несмотря на то, что дает такой красивый пышный вид, что грядка полностью такая вся набита зеленью. Но все-таки это и в уходе неудобно, и все равно, мне кажется, на урожайность, наверное, влияет. Поэтому я решила немножечко петрушку проредить, прямо убрала лишние рядочки. И еще срезала урожай укропа, потому что укроп уже тоже такой прямо большой. Большую часть укропа я срезала в прошлом видеоролике. Вот эту часть укропа оставляла свежим на еду, но мы его в таком количестве съедать просто не успеваем. Плюс тот, который я срезала в прошлом видео, уже тоже начал отрастать. Поэтому все, что я оставляла, я решила тоже срезать и тоже отправить в заморозку. Единственное, что в этот раз я уже подошла более основательно и продуманно. И весь укроп, который я срезала, я сразу же сформировала в пучки, перемотала веревкой. И уже в таком виде буду его промывать, замачивать. И очень удобно будет сразу же, когда в пучке, разом отрезать все стебелечки и нарезать уже оставшуюся листовую часть. Укроп промыло, пока он немножечко у меня обсыхает, мне нужно быстренько приготовить обед. Времени сегодня готовить что-то основательно не было, а обед уже вот-вот на носу. Поэтому сегодня на обед ничего не пришло в голову лучше, чем просто быстро пожарить картошку на сковородке. Очень давно не готовила и готовим такое блюдо крайне редко, хотя это очень вкусно. И в принципе все прекрасно жареную картошку изят. Поэтому я быстренько картошку почистила, нарезала ее кубиком, отправляю ее в разогретую сковородку, с маслом накрываю крышкой и ближайшие 5-7 минут я ее открывать и перемешивать не буду. Картошку жарю по принципу, чем реже ты ее трогаешь, тем она будет красивее, хрустящей и лучше сохранить свою форму. И сразу же картошку я никогда не солю, то есть вот просто почистила, нарезала и сразу на сковородку. В это время, чтобы не терять его впустую, быстренько сразу же нарезаю петрушку, отправляю ее пока в отдельную емкость. Еще решила картофелю сделать овощной салат, чтобы ни одна картошка была обычной. Летний салат традиционный, который у всех летом бывает на столе чаще всего. Это огурцы, помидоры и, конечно же, свежая зелень. Картофель жареный я переворачиваю в процессе приготовления где-то 3 раза. Потом уже добавляю соль, когда уже чувствую, что он практически готов. Последний раз перемешиваю. Несмотря на то, что я всегда жарю картошку под крышкой, за счет того, что ты ее переворачиваешь редко, она получается всегда с хрустящей корочкой. Я знаю, что многие против того, чтобы жарить картошку именно под крышкой. Говорят, что она получается мягкая. Не согласна. Вот всю жизнь я жарю под крышкой. И она получается прекрасная, с хрустящей корочкой, вот как все любят. Ну а уже после обеда, пока я тут все равно на кухне трусь, решила сразу же поставить готовиться обед на завтрашний день. Потому что я буду делать тушеный картофель. Да, у нас 2 картофельных дня получится. Тушеная картошка у меня на завтрашний обед была запланирована. А сегодня я жарила ее спонтанно, просто потому что не смогла придумать, что еще можно быстренько приготовить и чем накормить семью. В общем, картофель тушеный буду делать с домашней своей тушенкой из свинины. Это очень вкусно. Я уже, когда делала вторую партию тушенки, рассказывала вам, что после того, как мы попробовали в первый раз с домашней тушенкой сделать картофель, после этого я больше с курицей вообще не стала делать. Хотя мы раньше делали всегда с курицей тушеную картошку. Сейчас только вот с домашней тушенкой. Это самый вкусный вариант. Поэтому я быстренько подготовила весь картофель, нарезала его произвольными кусочками. Я в такую тушеную картошку не добавляю вообще ни зажарку, ни отдельно морковь, только картофель, целая луковица, которую я закладываю прямо при варке картофеля, чтобы она весь свой вкус отдала в будущий бульон. Ну и зелень какая-то или специи туда обычно идут. Больше никакие другие овощи я не добавляю. Поэтому картофель подготовила, залила его холодной водой, поставила на плиту, добавила целую луковицу. А в это время как раз расфасовала весь подготовленный укроп, также по пакетам отправила его в общий контейнер с зеленью и в морозилку. Картошка у меня к этому времени уже закипела. В процессе приготовления картофеля снимаю пену. И когда у меня картофель уже отварился до полуготовности, я достаю тушенку. Такая она у меня красивая, аппетитная. Друзья очень много давали советов по поводу, как правильно скорректировать количество соли для приготовления тушенки. Я все себе зафиксировала. Поэтому буду пробовать постепенно по количеству соли регулировать, потому что у всех у вас, оказывается, тоже разные пропорции. Тут уже, наверное, буду все варианты пробовать и смотреть, какая из пропорций подходит именно нам по вкусу. В общем, отправляю банку тушенки к картофелю, перемешиваю. Добавила несколько горошин черного перца, добавила лаврушку. Ну и, конечно же, свои домашние специи. Вот как раз за счет специй прекрасно компенсируется отсутствие поджарки-зажарки. У меня специи свои, то есть это сушеные овощи, там и лук, там и морковь, там и немножко томата, и болгарского перца, и чесночок. Поэтому небольшое количество вот этой домашней приправы, оно полностью компенсирует отсутствие там моркови и лука кусочками. Когда у меня уже картофель полностью готов, я добавляю эту специю, буквально еще 2-3 минутки проварив, и выключаю. Картошку тушеную всегда стараюсь приготовить заранее, потому что она очень долго остывает, и чтобы ее на ночь убрать в холодильник, ее нужно приготовить намного заранее, до сна. Доброе утро, друзья! Начинаем новый влог. У нас тут второй завтрак уже, первый прошел, часа 2 назад. А Сеня первый раз ест. Молошня увидели, сказали, мы тоже хотим снова! В общем, хлопья. Так, ты туда не ходишь! Что же такое-то? Перепрыгиваю, это вообще ему пофиг. И по клумбе мне прямо напропалую, по всем цветам. Про тебя говорю, да. В общем, у нас, друзья, утро. Мама, Антоник хочет это кушать. Да, прекрасная погода. Пойдемте, буду показывать, какой я лишь сделал. Вчера заборчик доделал. В общем, вот такая красота у нас теперь тут. Вот такой длиннющий. Конечно, конечно, без заборчика. Мне нравилось больше. Но это вынужденная необходимость, потому что все равно с забором хотя бы, ну, как-то можно уберечь мои цветы и туи. Вот. И мне очень нравится, как Илюша его сделал. Прямо это гораздо лучше, нежели вот этот вот пластиковый вариант. Очень красиво. Мы его сейчас, я его сейчас буду красить. Купили масло. Ну, пропитку сейчас я буду красить. Единственное, что снимать не буду, потому что камеру мне не поставить. Макс ее просто снесет, он как конь бегает, ничего не видит, ничего не замечает. Поэтому камеру я поставить не смогу, соответственно, покрашу без вас. Но тут работы, конечно, на полдня. Вот это все прокрасить сейчас. Илюша предлагал сначала прокрасить, потом поставить, собрать забор. Но, я говорю, со всех сторон, это вот эти дощечки переворачивать, пока они просохнут. Я говорю, собери, тогда уж я его в готовом виде прокрашу. В общем, вот так теперь это у нас все смотрится. Ну, мне нравится. Конечно, без забора было бы лучше, но если уж делать забор, то вот это прямо оптимальный вариант. Деревянный. Я надеюсь, он у нас попадет в цвет с террасой, потому что купили масло другое, так как вот такой же, если заказывать, ждать долго. Поэтому пришлось заехать просто в наш тут строительный магазин, в местный, и взять другое масло. Надеюсь, что попадет в цвет. Тут у нас орех. Взяла тоже орех, но другой производитель. Поэтому цвет может не совпасть, к сожалению. На улице жара просто. Дома тоже жара. Цветочки у меня все еще здесь стоят. Нужно будет их расставить по двору. Я хочу два занести на террасу. Поставить по обе стороны от входа. Я в прошлом году также ставила. Очень красиво из дома их видно. Три, наверное, оставлю здесь. И три вынесу на ту сторону, как они в прошлом году стояли. Но в прошлом году там стояло шесть. Но в этом году поставлю три. Или на ту сторону ко входу вынесу. Не знаю еще. Питуньки мои прекрасные. Цветут вовсю. Хорошие кустики получилось сформировать. Такие крепкие. Ну, не все, конечно, получилось. Но большинство из них меня устраивают. Прямо вот эти вот такие набитые, хорошие. Набивные, или как сказать. Салат у меня с этой стороны. Тут у меня один горшок и два на той стороне. И с этой стороны. Вчера утром выхожу. Много-много ростков. К обеду, в общем, все завяло уже. Все, погибли. Осталось только вот здесь, вот с краешку. Остальное, ну, тут много было. И они все к обеду уже завяли. Ну, на солнышке, поэтому. А с той стороны тоже, в общем-то, на солнышке. Но нормально себя чувствуют. Но здесь, потому что, видите, утром, именно до обеда, а не в тени. Видимо, такое самое солнце. И здесь они уже на солнце после обеда. Хотя тоже, вон, кто-то перерыл. А кто это перерыл тут мне? Кто лез в цветочный горшок? Не будет салата. Понятно. Помощников-то много, знаете. Он что, в грядку ко мне залез? Он мне стоптал весь будущий салат. Салат не взойдет. Ё-моё. Вредители одни кругом. Он по зелени по всей потоптался. Илюш начал разбирать вольер. Крышу уже снял. Вредитель! Ты зачем в грядку залез? Сеня попросила мне тут цветочки отгородить. А то он их затопчет. Пошел. Иди гулять. Вот эти у меня пионы. Жарко тебе? А воду-то не любит. Сполоснуть бы тебя со шланга. Привязать и сполоснуть. Привязать и насильно сполоснуть. Он вообще воды боится, как огня. Пошли мыться. Скажи мне, даже нифига не понятно. Ой, ну спасибо. Сеня уже все поел? Вы одни остались? Давайте, доедайте. Тарелки сами уносите. Так, ну а я займусь забором. Это будет надолго. В общем, покрашу, покажу, что получилось. Так, я вышла кофейку выпить. В общем, смотрите, как получается. Ну, цвет, конечно, вообще не тот, который нужен. Но, если, наверное, пройтись на два раза, как раз будет потемней. Но, наверное, не буду. Мне кажется, я на такие подвиги не готова. Довольно сложно красить. Поэтому на один бы раз пройтись. Конечно, сразу же совсем другой вид. И уже вот покрашено. Это смотрится вообще хорошо. Ну что, друзья, закончила я с забором. Кажется, что он вроде бы такой небольшой, маленький. Но два с половиной часа где-то, наверное, я потратила на покраску. Я хочу сказать, что цвет немного изменился, когда она подсохла. Вот эта пропитка стал более темной. И, ну, так лучше смотрится. Не знаю, мне нравится. По-моему, очень даже неплохо получилось. Ну, Илюш там уже проделал гораздо большую работу за это время. Разобрал уже практически все. Убрал столбы. Будку пока частично. Вот у нас она у него была двух... Как сказать? Двухкомнатная была. Как сказать? Ну, в общем, у него была там такая открытая веранда. И вот та часть теплая. То есть такая утепленная, с пенопластом. Вот. Он, в общем, одну часть разобрал. А ту пока оставили. Потому что, ну, вдруг он по привычке там будет вне ночи ночевать. Так, он пока вон тут лежит. Отдыхает. Наигрался. Жарко ему. Тут у нас водосточка лежит. Приготовленная. Тут у нас мягкая кровля. Ты, кстати, посмотрел? Цвет точно такой же. Совпал с нашим. А что я здесь делаю? Нет? Смотри. Нет, ты-то не проверял. Нет. В общем, надеюсь, что попали в цвет. Потому что у нас на крыше мягкая кровля тоже. И мы решили, что будет хорошо смотреться, если у него на вольере будет такая же. Мне кажется, другая. Ну, ладно. Пусть. Это какая-то темная. С красными вкраплениями. У нас, мне кажется, другая. Вот. У нас вот такая же, как у соседей. Так. Тут что еще? Илюша ошкурил. Пошкурил вот эти все доски уже. Чтобы они гладенькие были. Вот. И сейчас занимается покраской труб металлических. Мы будем делать металлический каркас. И частично обшивать досками. Ну, так, в общем, решили. Вместо сетки купили вот такую вот 3D решетку. Сделаем. Мне кажется, с ней должно быть хорошо. Это крашеная. Вот. Две штуки здесь. Потому что на две стороны у нас будет открыта. Ну, вот решетка. И две стороны будут полностью глухие, закрыты. Те, которые... Те стороны, которые к забору идут. Ну, вот. С этой и с этой стороны. Ты видел, да? Хо-хо-хо! Ничего себе ягода! Вот красная есть еще. Я про размер. Да, там такая же большая. Прям как те, которые мы покупали. А, во! Ну, это поменьше. Тоже такая поменьше, да. Это вообще здоровая. В комфорте все равно клубники вот кустиком под такой сеткой. Прямо хорошо. Виноград у нас упал, когда был вот ураганный ветер недавно. Илюша его закреплял. И он все равно упал. Не держится. Надо... Мы тут все хотели эти горизонтальные приварить. Все, руки у Илюши не доходят. Парочку горизонтальных. Потому что мы-то хотели, чтобы он полностью оплетал с двух сторон. Как бы туннельчик такой был. На ветке тяжелые. И веревки просто не выдерживают. Моя закупка продуктов. Делала заказ на дом через Бермаркет с гипермаркета Магнит. Так, все сказала. К огромному моему сожалению, у нас сейчас нет доставки из Перекрестка. На время туристического сезона доставку у нас убрали. Я была очень расстроена, конечно. Я думала, ладно, нет доставки. Буду заказывать сборку. И просто самовывозом приезжать забирать. У нас на Пионерском проспекте ближайший Перекресток. К сожалению, оказалось, что и сборки тоже нет. То есть даже самовывозом приехать забрать нельзя. Была попытка съездить закупиться там оффлайн, так скажем. Но парковки нет. Парковку предоставили только на 20 минут. Но что такое для моих закупок 20 минут? Я просто голопом пробежалась там. Все всподряд набрала, что надо и что не надо, потому что торопилась. Ну, конечно, это вообще мне не подходит. Это прям не вариант. Я на такие подвиги не готова. Тем более в сезон, когда еще там начнутся пробки. Поэтому сегодня оформила, вчера точнее, оформила заказ через Бермаркет с Магнитом. У них можно заказать доставку продуктов только на следующий день. И, соответственно, сегодня, я вчера оформила, сегодня мне привезли. Прошли практически сутки, поэтому, соответственно, мне привезли далеко не все, что я хотела. Не все, что я заказывала. Мне нужно, принципиально важно было купить мясо. У меня закончилось, и мне его вообще не положили. То есть, я, в принципе, это ради мяса заказ и делала. В общем, не привезли мне свинину, не привезли мне лаймы. Я хотела сделать мохито. И не привезли мне колбасную нарезку для мальчишек, которую я им обычно беру. Ничем не заменили, не звонили. Ну, давайте, в общем, смотреть по факту, что привезли. Ну, а привезли, друзья, мне полкилограмма эскалоп свиной. Я просила вообще килограмм, заказывала. Не знаю, что мне делать с этими 500 граммами, потому что здесь 3 кусочка на мою семью. Я даже не знаю, что мне с этим делать теперь. Ну, просто уберу в морозилку, потому что это мне даже на ужин не приготовить. Это ни о чем. Потом, значит, я заказывала окорок 3 килограмма. Его не дали. Потом я заказывала 2 вот таких шейки. Ее уже брали вкусно. На завтраке в нарезке карбонат 2 штуки. И я брала еще 2 вида сыра копченой для мальчишек. Но вот ее тоже не дали. Империя вкуса индейка. Это тоже для завтраков. И взяла докторскую по ГОСТу вязанка. Это я хочу приготовить окрошку. Потом творог 4 упаковки 5% сосиски великолупские, детям. Молоко село зеленое 3,2%. 2 банки сметаны 15% взяла. Упаковка кефира бутылка 2,7%. Это 3 упаковки яиц отборной категории. Сыр староминский сыродел голландский и эдам. Тут они, по-моему, что-то перепутали. Потому что я заказывала конкретно эдам 600 грамм. Но, видимо, что-то пошло у них не так. Или просто невнимательно собирали. Получилось, что у меня тут 2 сыра. И эдам, и голландский. Голландский как раз 400 грамм. Хотя я его вообще не заказывала. Это сулугуни. 250 грамм, по-моему, вот эта упаковка идет. Я уже брала много раз. Вкусный творожный сыр. Камилк. Ванночка. И по молочке, мясному на этом все. Дальше овощи, фрукты. Фруктов особо много заказывать не стала. Съездим в выходные на рынок. Уже возьмем. Поэтому вот что-то там по мелочи совсем взяла. В общем, взяла картофель. Новый урожай молодой. Такой красивый. 2 килограмма, по-моему, я просила. Далее качан айсберга. Такой уже в предсмертном состоянии. Как, в общем-то, я не удивлена. Редиска. Полкилограмма на окрошку. Далее, друзья, шампиньоны. Взяла килограмм, по-моему, я хотела. Да, 900 грамм. Буду сегодня готовить мясо с грибами на ужин. Черри 500 грамм. Обычные помидоры килограмм. 2 килограмма моркови мытой. 2 килограмма огурцов. Потому что примерно, наверное, килограмм как раз уйдет на окрошку. Хлопья для завтраков. Такие шариками шоколадными. Майонез обычный. Яблоки сезонные килограмм. Лимонный килограмм. Нектарины взяла. Но маленькие, прямо уж очень какие-то. Ну, надеюсь, что вкусные. Овсяное печенье с кусочками шоколада. Очень вкусное. Давно берем такое. И из фруктов еще гранат. Слушайте, с гранатом вообще смешно. Сейчас смотрю, думаю, что такое? Что это я такое заказала? Присмотрелась гранат. Я заказывала полкилограмма. И у меня на полкилограмма, представляете, вытянул один гранат. Один. Я думала, хотя бы два будет. Он просто здоровенный вообще. Далее, тостовый хлеб. Аютинский. Харис на завтраки. Хлебцы карамельные и медовые. Доктор Кернер. Также их же хлебцы с темным шоколадом. Мои любимые. Обожаю. Бородинский хлеб. Лепешки. Ну, вот эти. Деревенский лаваш. Две бутылки минеральной воды на мохито. Просто обычная вода газированная. И пакеты. Фасовочные взяла. 26 на 40 упаковку. 25 на 30 упаковку. И вот такие побольше марки Магнит. В общем, вот такая, друзья, получилась закупка у меня. Я думаю, что мне нужно сегодня изучить близлежащие мясные магазины. И нам нужно срочно найти какой-то мясной магазин, где нормальное мясо продают. Я, в принципе, вот уже тут мельком смотрела. У нас в соседнем поселке, в Виноградном, есть мясной магазин. Там отзывы хорошие. По крайней мере, на Яндексе там у них хорошие отзывы. Вот, мясо, говорят, хорошее, свежее. Но цены, правда, говорят, там нежно покусывают. И есть еще в Джигинке. В Джигинку мы тоже периодически ездим в Светофор. Что-нибудь посмотреть. И там тоже есть как раз рядышком мясной магазин. Можно туда съездить. Там цены, говорят, пониже. Посмотреть, в общем, что за мясо. Попробовать, ну, на пробу взять. Потому что вот эта вот история с заказом мяса из магнита, она меня, конечно, не устраивает. То есть я сегодня, к примеру, заказываю, оно есть. А завтра они собирают, его уже нет. Они же собирают утром. Они вот в 8 утра сегодня начали собирать. Естественно, мяса охлажденки еще свежей нет. И они просто не положили его в заказ. А в 10 они уже привезли мне доставку. Соответственно, можно сказать, что мясо никак и не получается свежее заказать. Да и мясо там, на самом деле, по сравнению, по крайней мере, с перекрестком, конечно, намного-намного хуже. Поэтому для покупки мяса нужно срочно искать какой-то другой магазин. У нас есть мясо на рынке в городе, продают. Но последний раз, года 2 назад, мы там брали его. Мне, ну, очень не понравилось. То есть мы сначала после переезда конкретно на рынке всегда мясо брали. Потом там был какой-то жуткий подъем цены. Потом мы уже вроде думаем, ладно, фиг с ним с завышенной ценой. Взяли по этой цене мясо. Оно еще и ужасное оказалось. Даже в магните было лучше. Поэтому больше мы на рынок с тех пор, вот года 2, уже за мясом никогда не ездили. Нужен магазин, чтобы там была и свинина, и говядина, и фермерская курица. Если там будет, это будет просто идеальный магазин для меня, чтобы вот в одном месте все можно было купить. Какая у тебя красивая картинка получилась. Да? Все. Покажи. Да как я тебе покажу, я снимаю. Тут у нас кунг-фу приемы всякие. Со шваброй. О, ух ты, ух ты, я же говорю кунг-фу. Ух ты, ух ты. Кунг-фу. Только не бей на окно. Да, только не бей на окно, Соня. Все, уже разбесились. Уже надо спать. Хеу-хеу. Хеу-хеу. На этом видео закончим. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. 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 Степ, пока-пока. 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 Мои тапочки. Она надела твои тапочки. А давай твои мои тапочки. Ты как в них вообще залезла? Обмен? Степ, не упадения тебе большие. Почапал. Почапал. Они в тапках не своих, поэтому осторожно, чтобы не упали. Они в тапках не своих, поэтому осторожно, чтобы не упали. Цепочку. Это худа. Пока-пока. Смотри! Она, которые... Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...